Здравствуйте! Сегодня готовим очень вкусный, ароматный шотландский перловый суп с бараниной. По своему внешнему виду перловка очень похожа на жемчуг, и именно поэтому эту крупу называют перловой. Перл – это жемчужина. Перловую крупу применяют как для приготовления каш, так и для приготовления супов. Итак, готовим перловый суп с бараниной. 300 граммов мякоти молодого барашка нарезаем кубиками со стороной 2 сантиметра. Нарезаем 3 штучки зеленого лука. В сковороде с толстым дном растапливаем 60 граммов сливочного масла и обжариваем в нем мясо до румяной корочки. Дорогие друзья, вышла книга «Любимые торты бабушки Эмы». В эту книгу вошли 32 рецепта любимых тортов нашей семьи. Это наши авторские рецепты и рецепты знаменитых, известных во всем мире тортов. Мы много и с удовольствием работали над созданием этой книги. И очень надеемся, что купив ее, вы получите удовольствие от стиля, в котором она написана, от фотографий и, самое главное, от тортов, которые вы приготовите. Мы уверены, что вместе с этой книгой в ваш дом попадет частица нашего тепла и любви. Купить книгу можно по ссылке в описании, в электронном виде или заказав по почте. Доставка по всему миру. Готовьте с душой и с удовольствием. Вдохновения вам и удачи! Добавляем нарезанный зеленый лук и продолжаем обжаривать еще 3-4 минуты до мягкости лука. Пришло время объявить конкурс. Условия конкурса очень простые. Вы пишите в комментариях к этому видео свой вариант рецепта или идею, дополняющую этот рецепт. Через некоторое время в одном из наших следующих видео мы объявим победителя. Победителем станет автор комментария, который наберет наибольшее число отметок «Нравится». Приз – книга «Любимые торты бабушки Эммы» с дарственной надписью. В кастрюлю наливаем 2 литра холодной воды. Выкладываем в кастрюлю содержимое сковородки. Доводим до кипения. Добавляем 1 чайную ложку соли и варим 30 минут на маленьком огне под неплотно прикрытой крышкой. Через полчаса добавляем в суп половину стакана перловой крупы и продолжаем варить еще 10 минут на маленьком огне под неплотно прикрытой крышкой. Пока суп варится, нарезаем мелкими кубиками 2 моркови, корень сельдерея, добавляем нарезанные коренья в кастрюлю. Варим суп при слабом кипении еще 30 минут под неплотно прикрытой крышкой. Через 30 минут добавляем половину пучка мелко нарезанной зелени петрушки, 1 измельченный зубчик чеснока и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем, выключаем огонь и накрываем крышкой. Даем супу настояться 5-10 минут. Через 10 минут подаем очень вкусный, ароматный шотландский перловый суп с бараниной к столу с тостами из черного хлеба. Рецепт черного хлеба в разделе «Хлеб» на нашем сайте videoculinary.ru Вдохновение вам, удачи и приятного аппетита!